Чилл, там вот такой вот раскачанный, такой ля-ля-ля-ля. Привет, ребята, опять у меня по-прежнему за ударя, в руках у меня укулеле, а это, знаете, что это новый? Разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем учиться играть популярную песню под названием «Я солдат». Очень много, кстати, писали в комментариях разобрать её, и сегодня мы как раз её будем учиться играть. Эта песня интересна тем, что тут такой бой в стиле регги, как раз я сегодня научу тебе его играть. Ну а перед началом этого ролика обязательно подпишись на мой канал, потому что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы были с вами на первом месте в русскоязычном ютюбе по укулеле комьюнити. И именно ты, дружок мой пирожок, можешь помочь мне достичь эту цель. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Так скажу сразу, покажу скоподастер, но возможно кому-то он не понадобится, поэтому не переживай. Я солдат, не спал предлет, и у меня под глазами мешки я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки, и мне отбили её сапогами. Йо-йо-йо, комбат орёт, разорванный рот у комбата, Потому что граната, белая вата, красная вата, лечит солдат там. Я солдат, недоношенный ребёнок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Ну а теперь погнали учиться играть! Вся песня строится у нас на трёх аккордах, один из которых повторяется два раза. Начнём как раз с них. Первый аккорд, который нам понадобится, аккорд ДМ. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвёртую и третью на втором. Далее у нас идёт аккорд Джи Э. Мы зажимаем третью струну на втором ладу, далее зажимаем вторую струну на третьем ладу, и первую струну на первом ладу. И последний аккорд, аккорд А7. Мы просто зажимаем третью струну на первом ладу. То есть вот эти три аккорда D, M, G, M и A7 играются на протяжении всей песни. Единственная последовательность будет такая. D, M, G, M, D, M, A7. Еще раз. D, M, G, M, D, M, A7. Говорю сразу, можете поставить каппадастер на второй лад, и у вас будет оригинал. По тональности этой песни. Но если вам удобно петь без каппадастера, пойте без каппадастера. Суть вообще всех боев фреки. Тут есть заглушки, и он такой качево-чиловый, такой расслабленный. Бой будет следующий. Бас. Третья страна во всех аккордах. И в D, M, и в G, M, и в A7. Потом идет вниз-вверх-заглушка. И последние два штриха. Вверх-вниз. Вместе. Бас-вниз-вверх-заглушка. Вверх-вниз. Будет звучать следующим образом. Еще раз. Вот этот рисунок очень важно выучить отдельно пока, без аккордов. Особенно внимание на вот этот бас. Еще раз. Как это будет выглядеть с аккордами. Ставим D, M. Играем бас. Переставили. Опять бас. Вернулись на D, M. И А7. Получается следующее. Давай еще раз. Этот бой мы повторим один раз на каждый аккорд. Кому сложно играть этот рисунок через бас, вы можете его поменять на неполный удар вниз. Но это будет не совсем удобно, поэтому лучше сделать через бас. То есть у тебя был бы неполный удар. Или через бас. То есть вот именно как раз вот этот басовый ход. Он дает вот шарм именно этой песне. Поэтому лучше через бас. Теперь давай это все соберем. Если что, покажу через каподастер, мне удобнее так петь. Я солдат, и встал пять лет, и у меня по глазами мешки я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет дашки, мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорваный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата, лечит солдата. И вот на протяжении всей этой песни у нас играются те же самые аккорды и этот бой. Такой момент. Чтобы петь эту песню в том стиле, в котором ее написали авторы, ее нужно петь неторопливо, в таком, как Растамана раньше пели, да, в таком расслабленном виде. Вот в таком виде ее надо петь, потому что тут бой регги, и он как бы дает стилистику этой песни. Поэтому имей в виду. Не нужно петь ее топорно. Это не с частушки, да? Это бой регги. В принципе, вся песня готова. Разбор на укулеле. Если тебе понравился этот разбор, и ты научился играть эту песню, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Если ты хочешь, чтобы я увидела все твои укулельные старания, то ты можешь выучить абсолютно любую песню и мелодию с моих разборов, выложить к себе в инстаграмчик, и обязательно отметь мой профиль Даш Кирпич. И тогда я дам тебе обратную связь. А если ты хочешь поддерживать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки, и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok